Добрый вечер! Вы смотрите ток-шоу «Вам слово» и сегодня в студии для вас работают Илья Дементьев и Рената Трушина. Добрый вечер! 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 Кстати, мы сегодня приглашали на эту программу именно тех людей, которые кинули эти бутылки на стадион, на поле стадиона, но в самый последний момент эти люди нас подвели. Они просто не пришли на эту программу. У нас есть теперь другой герой. Ну, к счастью, он тоже болельщик, он тоже фанат. Кстати, мы сейчас познакомимся и выясним раз и навсегда различия между фанатами и болельщиками. Константин Лесик, фанат футбольного клуба «Амур». Фанат или болельщик? Как лучше обращаться? Здравствуйте. Я бы, скорее всего, назвал болельщиком, потому что фанат – это что-то более такое, когда человек кричит, когда человек поддерживает свою команду с флагом, и я, скорее, сижу потихонечку. Ну, матчи не пропускаешь. Матчи не пропускаю. На каждый ходишь. Да, я болею сердцем внутри себя. Ну, кстати, вот те ситуации, которые мы видели, в том числе и в сюжете, да, это игра с Якутией и игра со Sky Energy, да, что-то на самом деле происходило, вот этот фаер, да, что дальше произошло? Вот, на самом деле, по матчу со Sky Energy, мне просто серьезно было стыдно за наших болельщиков, за некоторых, потому что, как бы, да, фанаты Sky Energy, они зажгли фаеры, они нарушили законы, но, как бы, наши болельщики начали себя по отношению к ним, вели себя некорректно. Я заходил на сайт, на группу ВКонтакте болельщиков Sky Energy, вот, они обсуждали там этот вопрос, и у них осталось впечатление о нашем городе не самое приятное, вот, из-за некоторых болельщиков. Команда, болельщики Sky Energy, они просто приветствовали свою команду, они ничего не кричали в сторону нашего клуба, они только поддерживали. В то время, как наши болельщики некоторые оскорбляли вот именно хабаровскую команду, вот, а не поддерживали нашу. И когда, вот, уже началась та ситуация, когда матч закончился, и они сидели около выхода, мне кажется, ну, нужно было их действительно посадить подальше от выхода, чтобы не возникла вот такой ситуации. Вот болельщики как раз выходили, вот, толпа, когда выходила со стадиона, и, получается, начали в них кидать бутылки. В то время, как хабаровские болельщики их никак на это не провоцировали, они кричали наоборот спасибо, спасибо за игру, спасибо за вам, за вот такую поддержку. Конечно, была такая ошибка, да, что разместить их там, ну, чисто... Мы, в принципе, не учли на ситуацию. Потому что мы, как бы, рекомендовали совсем другое место их посадить. Ну, вот, я согласен полностью с болельщиками. Вели они себя очень корректно, эти два. Никого они не провоцировали, не болели за Амур. Кричали нормальные кричалки, то есть, ничего унижающего достоинства, как нашего города, так футбольного нашего клуба не было. К сожалению, наши, наши болельщики, проходя мимо, еще те, которые немножко усугубив спиртными напитками, выкрикивали всякие нецензурные слова, ну, вот, и все. Это-то, на самом деле, это все и пошло с того, что народ встал и смотрит, да, они ликовали в конце матча, да, они зажгли фаеры после финального свистка. Ну, тем не менее, все равно попадает под это. Мы на самом матче их не зажигали, а их зажгли после того, как прозвучал финальный свисток, спустя три минуты. То есть, не сразу их зажгли. Недавно в средствах массовой информации прошла такая информация. Простите за тавтологию, да, что 16-летний подросток пытался пронести на футбольный матч сверток с гашишным маслом. Задержали, задержали при входе. Вот, кстати, на этом же матче, по-моему, и зажгли дымовую шашку. Андрей Валентинович, как так получилось? Почти на каждый матч порядка пяти-шести дымовых шашек нашими ребятами изымается. То есть, не допускается проносу. По окончанию матча, к сожалению, мы их отдаем, потому что никакого нормативного акта сейчас о том, что они запрещены для употребления в общественном месте, нет. То есть, они свободные продажи в любом магазине есть. Это первое. Второе. Надо дать должное, что, естественно, человеческий фактор есть, что где-то мы, может быть, где-то и не доглядели. Вот, потому что люди стали, болельщики изощрения, используют даже малолетних детей для того, чтобы приносить и спиртные, и такие же шашки. Останавливаем молодую маму с ребенком, которая бесплатный уходит для женщин, для детей. Спрашивают, что у вас в полотенце внизу лежит? Это для ребенка. Ну, покажите, разворачивает вам бутылка коньяка в теклянной таре, пожалуйста. Спит неспокойно. То есть, как бы, используют любое, все, что можно. Их в тетропаке наливают туда, и пиво, и иголкой прокалывают коньяк. Да, наш народ, я скажу. Скажите, пожалуйста, давайте перечислим сейчас в этой программе, прямо в прямом эфире, вернее, озвучим, что запрещено к проносу на стадионе. Для того, чтобы не было конфликтной ситуации. Да, мы со стадионом, непосредственно с руководством стадиона работаем, и до начала еще футбольного сезона наши требования о том, чтобы повесили плакаты с тем, что запрещено к проносу на стадион, они висят. Люди читают. Когда мы начинаем их останавливать и говорить, что вам запрещено проносить это, а не где это написано, выйдите, прочитайте. Там действительно это есть. Люди соглашаются, многие бросают, не идут на футбол, потому что расстаться с алкоголем не выхило, особенно, да. Если там по 5-6 бутылок пива они приносят сразу, то есть они разворачиваются и уходят. Но это не истинные болельщики. В основном те, кто хочет болеть за Амур, они приходят заранее, занимают на западной, на восточной трибуне хорошие смотрительные места. То есть ним у нас никогда претензий как бы нет. Досмотр осуществляем в соответствии с требованиями определенными. Вот практически, я еще раз повторяю, 5-6 дымовых шашек мы взымаем. 4 года назад в бытность сходил в футбольный клуб, был, честно, да, на стадион. Естественно, мне сказали о том, что болеть нужно обязательно с чем-нибудь горячительным. Что это за игра? Ты понес с собой? Подожди, я купил, пришел, мне сказали пиво, да, мне сказали о том, что простите, ну, хорошие, читали ли вы правила, я говорю, теперь сейчас прочитаю. Ты знаешь, сколько счастливых людей? Я счастливый просто раздав это вот горячительные напитки просто так. Ты настоящий болельщик. Нет, я пошел дальше, конечно, болеть, а иначе как? То есть, само по себе, не развита вот эта культура, маленькая культура, потому что люди, да, знают, да, читают, и все равно, а вдруг пронесет? А вдруг вот в этом маленьком белом полотенце, в колясочке, да, коньячок туда-то поедет, и там будет игра настоящая радость. Или ребенок сидел с ребенком, ребенок несет пепси. Как же у ребенка, да, смотрите, у него уже пепси? А пепси-то определенного цвета, а там совсем другой цвет. И тоже получается... Вы наметанным глазом, да, вычисляетесь в бюджет? Кстати, все-таки, как происходит подготовка? За два часа оцепляется стадион, сколько сотрудников, охрана выходит на стадион, и как обеспечивается вот такой процесс? Потому что вдруг экстренная ситуация, да, готовы ли вы к экстренным ситуациям, к дракам? Да, задолго. Ну, не то, что задолго, а подготовка к матчу, скажем, начинается дней, ну, за неделю, бывает и за две, потому что надо состыковаться со всеми практически службами, провести определенный комплекс оперативных мероприятий, чтобы узнать, какой контингент придет из болельщиков, кто будет, ну, чтобы, как говорится, ожидать наихудшего. Естественно, что работаем непосредственно с офицером по безопасности, что, как, куда размещать все вопросы состыковым с ним. Затем уже непосредственно идет расчет личного состава необходимый, не только который будет чашу охранять, но и прилегающую территорию, и также кто-то будет отвечать за безопасность, за безопасность. Дорожного движения. Надо вот отметить, что люди приезжают на своих автомашинах, ставят, и никогда никто из них о безопасности не заботит свои машины. Бросили, пошли на футбол. За этот год ни одной кражи с машин во время проведения футбольного матча не было. Дежурят сотрудники рядом. Да, то есть мы, как бы, это вот работа, то есть, как бы, незаметна эта работа. Ну, и внутри чаши стадиона, вы видите, сотрудники стоят, делают замечания. Наиболее яных, которые употребляют в открытые спирты напитки, мы выводим со стадиона все. То есть, есть определенное нарушение, попадающее под административный кодекс, составляется протокол, ну, и, соответственно, человека мы не допускаем на стадион. Когда приезжают фанаты, да, обычно к нам вот какого рода фанаты приезжают, да? Заядло, это понятно, потому что нужно проделать достаточно большое расстояние, да? Но их численность постоянно растет или вот постоянно одни и те же группы к нам курсируют? Вы уже, может быть, некоторые знаете, в лицо уже знаете, да, о том, что... Нет, у нас выезды осуществляется нечасто. Вот в этом году было два, это Хабаровск первая игра была, но официального обращения в клуб не было. Это просто такой же офицер по безопасности в футбольном клубе. Он мне перезвонил, на словах передал, что да, ожидается в пределах 15 человек, но, говорит, официально они тоже не обращаются. Если когда есть официальная бумага, то, конечно, проще работать, мы тогда можем поехать встретить их и разместить. И им проще, и им легче даже, потому что... И им, конечно, и у них не забот, ничто нет. А тут уже у нас получилось, ну, что я предупредил, конечно, УВД города, и их чисто уже на посту автобус остановили. Они ехали своим автобусом, ну, там, наняли автобус, ехали 15 человек. То есть уже Валентинович уже там с ними разговаривал, то есть они уже у нас все равно были под контролем, и мы их также провели, бесплатный вход им сделали, посадили отдельно, автобус убрали их, чтобы не было у них проблем. Ну, только единственное, говорю, в концовке получилось, то, что, ну, тут, да, невыдержанность наших болельщиков, в принципе, их завели, и они, ну, в ответ за себя постояли, как говорится. Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, а вы болельщик футбольного клуба «Амур»? Да, по неволе. Вы как часто присутствуете на стадионе? По долгу службы на матчах или как посмотреть? С 92-го года, как пришел в милицию, в полицию, так вот и присутствую на стадионе. На стадионе каждый матч домашний? Ну, не каждый матч, раньше, как бы через раз, а как стал занимать эту должность, практически каждый матч. А есть такое, да? Сам играет на любительском уровне. А тогда, увлекся, 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 а тут раз фанаты, дыма. Нельзя. Нельзя? Вот именно правильно же. Есть ваши сотрудники, да, которые, так, сегодня играют, с Сахалином или Амурским, я хочу сегодня, сегодня можно я в смену, да, то есть есть рьяные поклонники? Нет, такого у нас нет, если пришел на стадион, то надо заниматься обеспечением общественного порядка. Опять возвращаясь к разговору вот с Анатолием Леонидовичем, потому что, все-таки, наверное, поддержка фанатов приятна, да? Вот согласитесь, когда хорошие матчи, когда хорошая трибуна, да, слаженные кричалки, наверное, это как-то приятно. Самое приятное, в этом году был всплеск, если я не ошибаюсь, да, любви к футболу, ну, в первую очередь и мы показали хорошую игру, да, футбольный клуб. Да, понравилась игра, отсюда все взаимосвязано, конечно. Пять тысяч, не знаю, рекорд, по-моему, установили в этом году. Было побольше с Хабаровским, порядка десяти тысяч. И вот здесь хочется поговорить как раз о ваших взаимоотношениях с фанатами футбольного клуба Амур. Я знаю, что у вас проводятся встречи, вот расскажите про эти встречи, как вы общаетесь с фанатами, есть ли постоянные люди, которые приходят в ваш клуб, как-то, я не знаю, там, вот, как вот Константин, там, какие-то советы дают, ребята, там, не знаю, поздравляют, на дне рождения игроков поздравляют, но я не знаю. То есть, может быть, это какие-то отношения, которые, ну, как это сказать, неформальные отношения, не просто так вот встретились, поговорили, там, отчитались и все. Я, вы знаете, пользуюсь случаем, что хочу сказать. Конечно, это проблема, поднятая вот в сегодняшней передаче, она глобальна, и обойти сегодня будем, допустим, это было бы плохо, но вместе с тем в клубе, если так непосредственно говорить, отвечают за все эти мероприятия два человека. Я в моем лице как генеральный директор и офицер по безопасности Николай Самойлов. Вот те люди, которые, в общем-то, взаимодействуют, на наши плечи в основном ложится эта нагрузка. Но представьте, это, в общем-то, мы не обладаем таким ресурсом, как бы, вести более такую пропагандистскую работу среди болельщиков. Мы не складываем со своих плеч обязанности, в общем-то, в силу своей обученности все это мы выполняем. Другой вопрос, что пока диалога нет, диалога нет уже на протяжении, будем так говорить, двух лет. Вот это взаимодействие, увы, сегодня отсутствует. Я еще раз хочу сказать, мы постоянно призываем, пожалуйста, группу болельщиков, которая вот последние игры стояла на отдельном секторе, и, значит, они, в общем-то, громкими кричалками переживают, поддерживают команду. Давайте мы с вами будем находить контакт. Что требуется от клуба? Мы раздали бесплатные пригласительные билеты. Часть футболистам, ой, извините, болельщикам в свое время мы раздавали футболки, атрибутику клуба, когда она была. Но на сегодняшний день, еще раз говорю, я не ухожу от этой темы и не хочу сказать, что вот кто-то виноват. Но тема, вы знаете, Рината Илья, очень, она, наверное, обширна, и не только этой передачей, она должна заканчиваться. Мне очень понравились слова нашего известного в прошлом поэта Сергея Михалкова, когда он сказал, сегодня дети, завтра народ. Вот о чем говорил Андрей, что пользуются, используют даже детей. И потом эти дети приходят уже обученные, как пронести и что пронести. То есть эта проблема, конечно, она глобальный характер носит. Но я повторяюсь, конечно, можно говорить долго, и как про меня говорят, ну вот кулик, может, и любит долго говорить, есть просто конкретика, пожалуйста, уважаемые болельщики, Ленина 160, приходите, приходите. Рабочий день в клубе с 9 до 18 часов. Обращайтесь к генеральному директору, обращайтесь к офицеру по безопасности. Мы с вами будем контактировать, поможем юридически оформить сообщество болельщиков. Поставим вопрос таким способом. Будем просить руководству клуба в лице президента отдельных болельщиков выделять уже в смете на это деньги, чтобы 1, 2, 3 человека на сколько будет возможно финансово брать, может быть, в те же города Комсомольск, Владивосток, Читу, то есть где что поближе. Ну, будет у клуба бюджет побольше, значит, ну, естественно, можно. Но опять я еще раз говорю, нужен диалог. Ну, вот простой пример, обратились болельщики Луча, значит, офицер по безопасности приезжал. Но, пожалуйста, наши болельщики, их было порядка 15 человек, опаздывают на поезд. Можно вашим автобусом довезти? Проблем нет. Мы дали в распоряжение наш автобус. То есть машина полиции сопровождалась мигалками, как членов правительства, можно сказать, до железнодорожного вокзала. Водитель приезжает и говорит, Анатолий Леонидович, украли флаг в автобусе, украли огнетушитель. Два флага, да. Ехали пока по улице Калинина, ну, полицейская машина впереди ехала, она, естественно, помогала движению, чтобы было для автобуса приоритетов. Зачем по личикам? Из окон летели бутылки. То есть они как бы провоцировали прохожих, можно сказать. Ну, а прохожие-то смотрят, едет автобус команды Амур, понимаете. Вот, то есть мы сообща работаем, я позвонил в Владивосток руководителю клуба, объяснил эту ситуацию. То есть я еще раз хочу сказать, что требуется от клуба. Это проблема не только благовещенских болельщиков, да, на самом деле? Конечно, что требуется от клуба, мы стараемся выполнить в полном объеме. Поэтому я призываю, ну, еще раз говорю, одной передаче сложно, но хорошо, первый кирпичик заложен в взаимоотношении, о культуре поведения. Ну, а то, что касается... Ближайшая встреча какая-то есть у вас запланированная? Что касается эмоций, ну, я только за положительные эмоции, поэтому я приветствую, когда... Ну, нельзя же, чтобы все замолчали. Анатолий, у вас ближайшая встреча какая-нибудь запланирована с болельщиками? Значит, мы, могу сказать, планируем провести 7 октября турнир памяти, как назвали его первого президента Силантьева, который ушел в скоропостижность жизни. Значит, мы уже три турнира провели среди именно болельщиков. А хотя, в принципе, я скажу, в этом году, как никогда, как никогда, я скажу, такая мощная поддержка со стороны истинных болельщиков. Вот даже мы, увы, проигрывая 0-1 Сахалину, но команду до конца болельщики скандировали Амур, 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 победа. Это очень радует. И, конечно, основное, будем так говорить, это то, что превалируют все-таки болельщики те, которые, ну, будем так говорить, любят футбол. Когда заканчивается сезон? Вопрос такой, коротко. Мы заканчиваем играть 29 октября. Октября? Да, 29 октября. То есть еще месяц? В Братске. В Братске. Как расцениваете шансы своей команды? Сейчас вот ближайшая поездка Омск-Барнаул. Попытаемся, постараемся выиграть оба матча. Хорошие планы. И это что нам даст? Ну, даст продвижение по турнирной таблице в зависимости, как сыграют другие соперники. Поэтому нужно автоматически держать кулачки за то, чтобы те сыграли хуже. Ну что ж, и вот здесь хочется обратиться к болельщикам, да? Да, обязательно. Чтобы они своей, не знаю, любовью, заботой поддержали наших футболистов Амура, нашего Амура. Самое главное, чтобы был настрой. Если есть настрой на игру, он передается и игрокам, и они, соответственно, да, находят у себя какие-то фантастические силы для того, чтобы побеждать. Ну, ничья, ничья, небольшой проигрыш. Надо побеждать в обязательном порядке. Здесь нужно их поддержать не так вот, чтобы зажечь петарду какую-то, да, а просто хорошую. А зажечь внутри огонь. А зажечь внутри огонь. Ну, дарите. Ну, и разрешите, пользуясь случаем, молодому болельщику команды Амур подарить вот этот вот вымпел на память, чтобы он, как сказал, болел сердцем, ну, и, может быть, горлом тоже, да. Ну, что ж, хочется сказать, что, хочется надеяться, что наш футбольный клуб Амур завершит этот сезон достойно, точно так же, как он играл, да, несколько матчей подряд достойно, с рвением. И мы этот год, эту зиму перезимуем с ощущением того, что, в общем-то... Ленат, я не знаю, как ты, я жду только призовых мест. Потому что с удовольствием каждый раз смотрю прямую трансляцию на первом областном игр футбольного клуба Амур-2010. Это было ток-шоу. Вам слово. Большое спасибо. Сегодня мы говорили о футболе. В следующий раз будет еще больше. Нам всегда есть о чем поговорить. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин